Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вас рады приветствовать в гостеприимных сценах клуба Алексея Козлова, сцена второй этаж. Сегодня это сцена, на которой развернется первый день и эстонского джаза в Москве. Меня зовут Кирилл Машков, я главный редактор российского джазового журнала jazz.ru и наше издание имеет честь информационно поддерживать и эстонского джаза в Москве. Как написано в нашем аналсе, который мы рассылали вам в фейсбуке и публиковали у себя на сайте в последний день, в маленькой соседней стране, в Эстонии, на джазовой сцене происходят очень любопытные вещи. И нам очень важно и интересно то, что эти вещи происходят не только где-то далеко в пространстве, как мы обычно себе представляем, далекую иностранную сцену, зарубежную, какие-то достаточно далекие экзотические страны, где играют какие-то неизвестные нам музыканты, какую-то эзотерическую музыку. С Эстонией ситуация немножко другая, Эстония очень близкая, это всего одна ночь из Москвы до Талина на поезде, на портабельное пупе, и утром вы уже выходите на центральную станцию Талина, видите башни старого города и оказываетесь в столице одной из самых интересных восточноевропейских джазовых сцен. Так получилось, что в Эстонии действительно очень сильная джазовая сцена, эстонские музыканты традиционно еще в советское время на советской джазовой сцене были, отвечались тем, что у них было свое лицо, они никому особо не подражали, и с тех пор, как замечательный эстонский музыкант Улан Айсо в первом, пожалуй, на всей советской пьесе в 60-х годах начал писать пьесы с национальным колоритом, основанные на национальной музыке, при этом не теряющей связи с джазовой традицией, изложенные джазовой диаматикой, джазовым музыкальным языком. Эстония была очень важной частью советской тогдашней джазовой сцены, и в особенности это подтвердилось в 1967 году, за год до моего рождения, когда в Таллине случился знаменитый Таллиннский джаз-фестиваль 1967 года, который стал своего рода переломным моментом в истории советского джазового сообщества, там были буквально все. Так получилось, что именно в тот год в Эстонию приехали практически все энтузиасты джаза со всего Советского Союза, около 4 тысяч человек, и мало того, что там выступали все ведущие тогдашние советские джазовые музыканты, ведущие эстонские музыканты. Там еще впервые в практике советского джаза прямо на фестивале наравне с местными, с нами, выступили и американцы. Причем не какие-то третьеразрядные американцы, а ансамбль Чарльза Ллойда на тот момент один из самых актуальных джазовых составов вообще в мире. И для самосознания советского джазового сообщества фестиваль в Таллинне значил очень много. И вот эта связка Таллинн, Эстония, джаз в нашей ментальности достаточно долго тянулась. Прошло много лет, и было многими силами сделано многое для того, чтобы культурные пути Эстонии и России каким-то образом разделились, разошлись, и приятно видеть, что сейчас происходит некоторое восстановление контактов. Во всяком случае, в джазовом смысле точно. Всегда, все годы существовал, по крайней мере, один эстонско-российский джазовый коллектив, но в программе «Дни эстонского джаза» в России он не участвует, тем не менее его нельзя не назвать. Это дуэт выдающегося курского пианиста Леонида Винскевича и выдающегося эстонского саксипониста Лембета Сарсону. Они вместе с 1981 года, и по крайней мере, несколько раз в год играют друг с другом до сих пор. Но и в наше уже время, в 2000-е годы, началось сотрудничество между новыми поколениями эстонских и российских джазовых музыкантов, и я с гордостью должен отметить, что так получилось, что именно журнал «Джазрук» каким-то образом оказался ответственным за формирование, по крайней мере, одного из звеньев этой новой связи эстонской и российской джазовой сцены. Учился так, что я познакомил между собой двух людей, которые сейчас выйдут на эту сцену. Руководителя московского оркестра «Круглый бэнд» Алексея Круглова, одного из лидеров нашей новоджазовой сцены, дающегося российского саксофониста, импровизатора, и музыканта, который в то время, в 2007 году, когда это знакомство произошло, был главой Эстонской джазовой федерации. Сейчас он руководит джазовой кафедрой Таллиннской академии музыки и театра. Это гитарист, которого зовут Як Соя. Они познакомились уже 7-8 лет назад, а в 2011 году у них вышел первый совместный альбом, и с тех пор у совместных альбомов у них вышло уже 4 или 5. В том числе 3 альбома, где Алексей Круглов выступал вместе с трио Яка Сойера, под самым свежим из этих альбомов. Он называется «Могучая кучка», поскольку на нем звучит музыка российских композиторов, небезызвестной «Могучей кучки». Уже ансамбль называется «Квартет» Алексея Круглова и Яка Сойера. Вышла эта пластинка на московском альбе «Арт-бит-мюзик». Благодаря усилиям продюсера Николая Багачука, который здесь сегодня был в зале, ему за этот титанический труд, исторический труд, можно сказать, я имею в виду не только пластинку «Круглова и Сойера», но вообще то, что делает лейбл «Арт-бит-мюзик». Ему огромное спасибо. Мы также благодарим посольство Эстонии в России и лично посла господина Арти Хилпуса и культурного атташе Эстонской Республики в Москве господина Димитрия Миронова за то, что они поддержали проект «Дни эстонского джаза в Москве». Мы также благодарим Министерство культуры Эстонии, Эстонскую джазовую федерацию и, собственно, журнал «Джазру», который что смог сделал для того, чтобы распространить слово о том, что здесь будет происходить. Здесь и следующие два дня в клубе «Эссе» на Опятинской улице. Завтра и послезавтра там продолжаются дни эстонского джаза в Москве. Завтра в «Эссе» играет трио «Bat Habits» трио, во главе которого стоит нынешний председатель эстонской джазовой федерации «Контрбассист Феду Касс». А послезавтра там же в «Эссе» квартет Яка Сойера и Алексея Круглова, который будет играть программу альбома «Могучая кучка». То, что мы увидим сейчас, это специально подготовленный проект, специально для этих дней, он никогда не звучал раньше. Это музыка Яка Сойера в аранжировках для биг-бэнда. И этот биг-бэнд – это московский оркестр, «Круглый бэнд», во главе которого стоит Алексей Круглов и его, и его оркестру, и Яку Сойеру. Я им передаю слово и уступаю эту сцену. Спасибо. Во-первых, я хотел бы поблагодарить от лица Яка и нашего оркестра Кирилла Машкова, нашего большого друга, который, конечно, делает огромное дело в плане развития российского джаза, популяризируя его. И вы знаете, если бы не Кирилл, то мы бы с Яком никогда бы не встретились. Вот именно Кирилл был тем человеком, который нас с Яком познакомил. И вот благодаря тому знакомству, которое состоялось уже много лет назад, мы с Яком не только сделали один или два проекта, но и постоянно выступаем в различных комбинациях, играя не только джаз, авторский джаз, но и не только академическую музыку в джазовом стиле, но и просто настоящую академическую. То есть на самом деле проектов и вот этих жанровых пространств, в которых мы с Яком сотрудничаем, их действительно очень много. Так что давайте всем поблагодарим Кирилла. Кирилл, спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА